Кожаный мяч В турнире всероссийского масштаба участвовали 16 команд из Сибири, Центральной части России, Северо-Кавказского и Южного федерального округа. 15 команд были подразделены на 4 подгруппы, по 4 команды. Первые 2 места выходили в четвертьфинал, полуфинал, финал. У нас в группе Приморский край команды, Атлетика, Ярославская область, Астраханская область и Ростовская область. По итогу группового этапа мы заняли второе место, проиграли Ростову. В четвертьфинал вышли со второго места, играли с командой Дагестан. Хорошие ребята такие, которые пришлось нам и попотеть, и ребята проявили характер. Победили. Победили счет матча 4-0. Следующим соперником в полуфинале была Ленинградская область, смена. Два тайма не вывели победителей, и пришлось бить пенальти. Пенальти лотерея, в полуфинале на нашей стороне была удача, поэтому мы вышли в финал. Финал соревнований, где встретились с командой Ростов, нашими обидчиками по группе. Да, ребята были заряжены просто взять реванш, просто взять реванш за обидное поражение. У нас куча было моментов в группе, мы просто не реализовали свои моменты. В финал все готовились к нему, понимая ответственность, что мы представляем Приморский край. И люди уже спрашивали, звонили про финал, как настрой. Началась игра, первый тайм был тяжеловат, усталость накапливалась, вот это вот момент именно адаптации. Разница всего в 7 часов получается с нашим временем. Все, первый тайм ребята терпели, терпели, счет 0-0. Во втором тайме за 10 минут мы забиваем, ведем 1-0. Идем 1-0, и остаются считанные секунды, 40 секунд. До свистка? Да, до свистка, и нам ставят штрафной в нашего года. Чуть-чуть там ребята не разобрались, я где-то, может быть, не подсказал. Ну и быстрый год, мячатся, пение ходит, мяча, нам забивают 1-1 счет. Ну и опять же, та же, лотерея, пенальти. Ну и, к сожалению, по пенальти мы наступили 6-5. Ну, в любом случае, хочу большое спасибо сказать этим ребятам, которые играли как, ну, не как дети 11-летние, а как настоящие мужчины. По итогам всего турнира судьи признали артемовского футболиста Игоря Кирьянова лучшим защитником. Когда вот объявили, что это ты, что ты почувствовал? Ну, обрадовался, эмоции были, ну, хорошие. Ну, обидно, что проиграли. Ну, тем не менее, вы же лучшие, по-вторые лучшие в стране. Ну, да. Какие теперь перед собой ты цели ставишь? Надо больше забивать, тренироваться. Ага. Ну, и побеждать. А кто тебя на футбол привел? Мама с папой. Мама с папой. А почему на футбол, а не на самбо, например? Не понравилось. Брат пошел, я за ним. Можно сказать, спортивная династия уже целая? Да. Ну, а брата как зовут? Влад. Привет, Влад. Капитан артемовской сборной Арен Киракосян был признан лучшим игроком команды. Каково выступать на соревнованиях такого всероссийского уровня? Довольно тяжело. Но мы старались, не боялись и играли до конца. Через не могу. Мы сначала думали, что мы не будем, ну, вообще не дойдем до финала. Но когда мы собрались, уже дошли до финала. И там уже не повезло нам. Было, можно сказать, ну, волнение, но и был еще боевой дух, чтобы победить. Ты, как капитан команды, как подбадриваешь своих ребят? Я им обычно говорю, ну, то есть духом не падать. Сколько мы сделали, сколько мы сделали, чтобы дошли до сети до финала. Сколько ты занимаешься футболом? Восемь лет. А тебе сколько? Одиннадцать. Ты что, с трех лет, что ли? Да. Да ты что, серьезно? Да. Молодец, ну все, давай пять. Круто. Особо стоит отметить стойкость и героизм нашего вратаря, Платона Галагана. Он отразил несколько десятков атак в ворота нашей сборной. Честно, я немножко удивился, что мы до туда дошли. Наша команда все делала, чтобы выиграть, но что-то не получилось по пенальти. После турнира купил себе кепку в аэропорту Исентуков, чтобы это было как талисман. Чтобы я с ней тоже мог выступать, как мы заняли второе место. Напоминало, какой ключевой труд мы прошли. Какие теперь вы командой для себя ставите цели? Мы пройти выше и на следующий год выиграть. Это все, что мы прошли. И уже поднялся на новый уровень. И там выиграть еще. Сколько ты голов за турнир забил? Около семи. Это у тебя бывало больше или это твой рекорд? Бывало больше. Из команды кто-нибудь еще забил столько голов за турнир, кроме тебя? Нет. Ты лучший бомбардир команды. Да. 10 из 10 мы сделали свое дело. Нам главное надо было хотя бы второе место занять. Мы уже сделали большущий шаг. Они большие молодцы. Я ими горжусь. У них только путь этот начинается в кожаном мече. У них все впереди. Ну, отдельное спасибо родителям, конечно, которые поддерживали именно каких-то личностных отношений детей. Вот. Им тоже огромное спасибо. И этот результат общий. Общая команда. И ребят, и родители, и руководство, и организаторов. Замечательный, лучший, самый лучший тренер. У нас самый лучший, самый замечательный, самый золотой. Это большая честь. Вот. Для нас гордость. Вот. В нашем семье вот гордость. Мы очень гордимся нашим тренером, нашими мальчишками и нашей школой. Команда «Атлетика». Они у нас самые лучшие. Они молодцы. Заняли второе место. И мы, как мамы, болельщицы, их поддерживали. Все игры. Бубки, баста! Давай, убедем! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Это Борозов молодец! Спокойно. Все нормально. Да! Да! Второе место в турнире заняла команда «Атлетика» город Артем. Атлетика! 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 Атлетика едино! Мы непобедимы! У-у-у! Атлетика! Атлетика! Атлетик! Атлет…?